Дорогие друзья, уважаемые товарищи, поздравляю вас столетием легендарной непобедимой Красной Армии! Ура! 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 Красная Армия появилась после победы Великого Октября. Гений Ленина, большевистской партии, воля трудового народа создала армию, которая защищала советскую власть, защищала их новые права. Когда труд, справедливость и дружба народов стали главной идеей, но советского государства. Красная Армия впитала в себя все лучшее, что было в тысячелетней патриотической традиции русской армии и нашего многонационального воинства. В 1900 году царю положили на стол меморандум, которым было сказано, что за предыдущие 200 лет было всего 72 мирных года. Страна начинала отставать, а впереди пахло войной. Затем, не сделав выводы, царь проиграл русско-японскую войну с позором и с потерей территорий. Абсолютно безосновательно влез в Первую мировую за деньги иностранных банкиров и спалил империю. Лишь партия большевиков предложила идею труда и справедливости, сумела, сплотив народы, собрать их в форме Союза СССР на съезде. Но мирную работу съезда защищала Красная Армия, которая уже расколотила Антанту, выгнала всех иностранцев и заложила основы того великого духа и побед, которые сопровождали нашу тысячелетнюю историю. Хочу вам сказать, что только Красная Армия, которая получила от страны лучшие танки и самолеты, лучшее оружие и дух патриотизма могла справиться с фашизмом. Фашизм и коричневый чума раздавили всю Европу, сколотили дикую армию и бросились на советскую страну. Вся страна объявила отечественную войну, поднялась на защиту и показала, что такое реальная армия рабочих крестьян, что такое новая современная техника, что такое советский дух и патриотизм. Мы положили на алтарь победы 27 миллионов лучших сынов и дочерей. Родилась целая плеяда полководцев во главе с Сталином, Жуком, Рокоссовским, Конем, полководцев, чьи операции военные сегодня изучаются во всех академиях мира. Победный май 45-го не только поднял знамя Октября над Рейстагом, он поднял знамя свободы и правды над всей планетой. Распадалась колониальная империя, брали пример, рождалось великое социалистическое содружество. Еще 15 лет напряженной работы дали два новых подвига. Мы сумели прорваться в космос, создать ракетно-ядерный паритет и стали сверхдержавой на этой планете. Хочу прямо заявить, что лишь предательство Горбачевых, Яковлев, всей этой своры во главе с Ельциным порушило наше союзное государство. Никакая интервенция, никакая антанта, внутреннее предательство привело к поражению в 91-м. Тогда рабочие крестьяне, учителя, врачи, интеллигенции не увидели этого предательства. Сегодня каждый ощутил его на собственной жизни, на судьбе своих детей и внук. Но запомните, в этом мире мы не нужны были тем, кто решил хозяйствовать на планете ни в форме русского царства, ни в форме Российской империи, ни Советского Союза, ни нынешней эрефии, которая оказалась обложена натовцами со всех сторон и впервые в истории дипломатии. Все руководители правительства, администрации, Думы и Советы Федерации оказались под санкциями. Сегодня нам вновь объявили войну. Не стесняясь, господин Трамп сказал, враг номер один России, Китая. Не стесняясь, натовцы репетируют войну при Балтике и Польше. Не стесняясь, нацисты-бандеровцы захватили власть в Киеве. Не стесняясь, бандиты-террористы расправляются на Ближнем Востоке. Мы снова в походе, но вчера в Кремлевском дворце открываются шторы, сидит весь юниоритет, все командование, все руководители, и на красном фоне написано «100 лет красной легендарной непобедимой». Пора им всем выговаривать, выговаривать о том, что Красная площадь – это наша закройница, что мы сохранили знамя победы, с которого пытались сорвать звезды и серп и молот. Мы с вами за эти 25 лет тоже совершили подвиг. Прежде всего, мы не дали расправиться над историей великой советской эпохи. Мы не дали пошлить Красную площадь и Великий Некрополь, где покоятся 32 маршала и генерала, обеспечивающие нам победу во главе с Жуковым. Мы с вами не дали растащить страну после дефолта, когда рухнули все финансы и сформировали впервые правительство национальных интересов во главе с Приваковым и Слюковым. Мы с вами спасли 10 атомных городов, которых оставили без копейки, и они сегодня в состоянии обеспечить тем, что нас будет беречь в течение века. Мы с вами все сделали, чтобы сохранить тополем. Мы выдавили американскую военщину, которая уже хотела своей техникой распоясаться на Нижегородской земле, и к самолету под Ульяновском, которые решили там создать базу. Наша команда 10 тысяч человек выдала американцам в Сеодосии, и мы все сделали для того, чтобы отправить на свалку Сердюковых и ему подобных. Но этого мало. Страна может быть уверенной и победной при условии, если она не только уважает свою историю и помнит победы Красной Армии, если она думает прежде всего о трудовом человеке, о рабочем крестьянине, об учителе-враче, о молодом студенте и достойной работе. Сегодня олигархия управляет страной, олигархия сегодня окружила престол, и олигархия диктует свои порядки. Вся эта олигархия тоже оказалась в этом списке. И теперь жди от нее провокации. Но этой олигархии помогают микрофоны и краны, которые сегодня врут беспардонно о том, что в великие есть преобразования. Нет их. За пять лет валовый продукт упял на 8%. Мы сегодня не производим то, что производили в 90-м году. Все страны удвоили, утроили, а Китай в 12 раз увеличил. В 90-м мы производили 20% мировой продукции, сегодня меньше трех. Китайцы производили три, сегодня 18 и заняли место советской страны под красным стягом под руководством Компартии. Мы с вами пошли на выборы. Мы сформировали блок объединенных левых, КПРФ, национально-патриотических. Мы вызвали талантливого кандидата, талантливого, одного из самых успешных деловых людей, совхоз имени Ленина в Ленинском районе, Грудинина Павла Николаевича, который предложил программу на основе наших 10 шагов, 20 шагов достойной жизни каждого человека, который создал лучшую школу, лучшие сады, лучшие парки, лучшие производства, самая высокая зарплата в стране, 78 тысяч учиться надо. Всех в соун обтравили для того, чтобы попытаться дискредитировать, а сами подметки не годятся этому талантливому руководителю управленцу. Мы эту ложь разгоним. Но сейчас надо проявить волю, как в 18-м, когда немецкий фронт попер на Петроград, и встали рабочие дружины, формируя Красную Армию. Как в 41-м, когда даже обиженные казаки сотнями приходили добровольцами в Красную Армию, и униженные священники первый день возвысили голос за Великую Советскую Родину, когда народ сплотился и победил. Сегодня народ должен опереться на тысячелетия наших побед. Семь великих побед от Чудского озера, через поле Куликова, Полтау, Бородино сражались за Великую Державу. Подмосковье, Московская битва и Сталинград, Орловско-Курское сражение окончательно утвердили наш приоритет, нашего солдата, воина, командира во главе с генералисом Сталиным. Возьмем с собой это в напутствие. Мы обязательно вновь победим. Для нас 18 марта это не просто выборы, это выбор судьбы на ближайшие годы детей и внуков. Всех мобилизуем на новые победы. Да здравствует Красная Армия, да здравствует русский дух, да здравствует советский патриотизм, да здравствует наша общая воля возрождению народной власти и социализма. Ура!